И со мной два, я даже не знаю, как наставить гости. Демоны. Демоны. Два гостя, просто лучше два гостя. Гости, гости, вы же ведущиеся. Да, уже хозяева. Вы же хозяева. И со мной два хозяева. Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. Это значит, что в эфире 9 канала время очередного выпуска программы «Доживем до понедельника». В студии Евгений Гендин, Елена Кальянова. И сегодня у нас замена одного участника. Такой некоторый форс-мажор у нас случился. Надеемся, что все завершится благополучно. Наши гости сегодня и соведущая, коллега по эфиру Виктория Нарижная. Активист, публицист, перекладач. Ка, треба казать, так? У жиночьему. Это, кстати, вот эти сексистские штучки, о которых мы поговорим. Я уже не знаю, я боюсь каждый раз встревать какие-то. Я надеюсь, что мы сработаемся. 370-3101. Это прямой телефон нашего эфира. Как обычно, ждем ваших звонков, комментариев, участия в нашей программе. И интернетная связь тоже есть. Сейчас, невзирая на нас, на весь форс-мажор, мы будем, я думаю, по ходу как-то друг друга чувствовать, находить. Я думаю, программа будет не совсем обычная. Я не думаю, что Виктория принесла кучу новостей, чтобы обсуждать. Но я знаю ее способность реагировать, ее способность в хорошем смысле слова встревать. Мы вчера финал, кстати, вместе смотрели. Так что я думаю, что как-то мы найдем общий язык. Но программа будет как бы не совсем обычная. И финал у нее будет не совсем обычный. Но Facebook работает. Мы с Супербергом договорились. Можно писать, задавать вопросы, реагировать и писать хорошие слова. Женя договорился. Ну и Коль, уже упомянул, Женя, о важном событии минувшей недели и вчерашнего дня. Это, естественно, футбольный финал. Сборная Португалии в дополнительное время выиграла в финале Евро-16 у команды Франции 1-0. Вот свои впечатления мои коллеги скажут, вот скоро, да, совсем. Я скажу только то, что очень разные мнения слышала до сегодняшнего дня о вчерашнем футболе. И очень многие говорят о том, что футбол стал незрелищным, о том, что зрелищный футбол уступает место рациональному. Тем не менее, не знаю. Все куплено. Все куплено, да. Все продано. И случилось так, что хозяева чемпионата проиграли. Я считаю, это закономерно. Потому что я лично болела за команду Португалии. Вот, как вы? Перед тем, как Виктория откроет рот, первый раз в СВД проиграли, вот она уже пропустя. Я хочу сказать, что так получилось, что мы дружим тут, мы не скрываем наших отношений, вот, с семьями. Вот, и мы смотрели большой компанией вчера, вот, в баре, кстати, Зазули. Ну, там какая-то и ты, Газари, ты так подводишь. И она была, она была единственной, вот моя жена, например, за Францию болела, конечно. Она была действительно единственной, сидела с вот таким вот, особенно когда Роналду травма. Она была единственной, кто болел за Португалию. Но я начинаю с какой-то минуты. Я помню ее рассказы о пластичной психике, умении человека меняться. Я с какого-то момента начал болеть за Португалию. Не, ну мы с Португалией майже все за столом перетягли, треба сказать честно, на свою сторону. Ну, поделись вот своими ощущениями. Я не знаю ощущениями, я прямо сейчас почуваю этап, мне бы я вошла на замену Роналду, треба сказать. Вчуття такие, але від вчерашнего футбола, я не знаю, мені теж важко було выбрати, за кого болевать, якщо честно. А чому ты болевала за Портиши? Ну, тому що я дуже не люблю Франсуана Алана. Тому що, я не знаю. Тому що, напевно, в цьому була якась справедливість для мене внутрішня. Ну, тому що Фра Франція винесла мою улюблену Ісландію зрештою. А, ну, так би... Ну, говорили, що Португалия должна, потому що вот именно вони-то Хорватию победили, очень многие. Ну, вони очень тухло і уныло начинали, але, с другой стороны, вони набирали походи, плюс вони привнесли, действительно, драматизм. Спектакль, пусть даже не в игре, і я не согласен с тими, хто говорить о незрелищному футболі. На мій взгляд, ні одного практично проходного матча на цьому чемпіонаті не було. Тобто, для мене, я смотрю, вообще футбол з незапамятних времен, і так інтересно. Загалістикі несподіванних розв'язок, стільки несподіванних. Бували, конечно, може бути суперзрелищних матчів не так багато, але по інтриге, по вот этим драматическим поворотам, за це ж ми теж любимо футбол, коли вот эти люди за больші деньги все-таки показывають нам спектакли всякого роду. Ну, говорят, все-таки, да, вот настроены команды больше на результат, а не вот зрелищность на второе место как-то отодвигают, а все-таки борются за результат. Ну, практически, как выборы. Ну, правда, у нас и зрелища, и результат, я думаю, мы о ней поглядем. Ой, выборы – это важная составляющая новой недели. А в футболе… Ну, а ты сама болела за кого? Я за Португалию болела, я же говорю, мы коллеги с Викторией, не только по эфиру, а еще вот даже по пчастинам футболу. Это потому, что там симпатюлька Криштиан Аронак, кстати, великий футболист. Нет, кстати, абсолютно не восхищаюсь. Великий симпатюлька и как футболист. А я вот, я считаю, что это замечательно, что они доказали, что они, а не команда одного игрока, а выиграли без Роналда этот матч. Слушай, как действительно эмансипация, как они стали все разбираться в футболе, такие уже суждения. Мы не припинялись, а не… И, в общем, когда открываешь Фейсбук, там больше женщин даже о футболе пишут. Тему равноправия мы немножечко позже, да, будем обсуждать. Капканы, да, капканы на каждом шагуре. Коснемся этого. Но давайте дальше о выборах, наверное. Я вас, коллеги, поздравляю с вашей Португалией. На их месте должна была быть Украина. Ты напьешься, будешь. Я думаю, что это нереально. Верь, пожалуйста. Верь, верь, это случится. Верь, верь, это случится. Верь, как минимум. Она последняя, финишная, прямая. И то, что случилось на прошлой неделе, одна из основных кандидаток, Оксана Тамчук, сняла свою кандидатуру. Знаете уже, наверное, все об этом в пользу Татьяны Ручковой. Насколько... Одна из Аксан Тамчук сняла кандидатуру в пользу... Борисович. Да, Оксана Валентиновна сняла в пользу Татьяны Борисовны, чтобы не прошел Загид Геннадьевич, которого поддерживает не к ночи, будь плавян от Александра Юрьевича. Ну, и эксперт... Гирша драма не в футболе, комедия положения, то, что называется... Да, на самом деле эксперты говорят, что выбор... Будут бить пенальти, наверное, 18-го четвертого. Ой, как не хотелось бы пенальти, и как не хотелось бы бить... Только кто будет этим пенальти? Вы думаете, так и будет? А слушай, вот, Виктория, а ты... Не цель не я. То есть тебе повезло, перед тобой не стоит этот сакральный биполярный выбор? Перед моим человеком стоит. Потому что мне, как бы, в родину все одно пришла эта трагедия. Так, че инакше, так. Он уже определился? Ну, он мне говорил еще тогда, в самом начале он определился, его кандидат остался. А Лавин уже разопределился с того момента. Вот оно, когда. Ну, то есть, после Великой Отечественной войны в одном из постив, как бы, Вин разопределился. Ну, будем считать, что это ошибка технологов, они лично кандидата, а ты определил. Мы не будем... Я, к сожалению, тоже уже разопределилась. Я про себя, мне трудно говорить, потому что... Я знаю, за кого я не буду голосовать. Я просто два слова об этом скажу. Мне не очень просто об этом говорить, потому что я был, действительно, я был доверен Оксану Тамчук, которая, вот, Оксана Валентина, это мой очень хороший друг. И я совершенно искренне ее поддерживал. И я был доверенным лицом. Мы с ней взаимно оказали друг другу честь. Вот, я был доверенным лицом. То есть, я знал о каждом возможном повороте вот этих выборов, знал о всех кнутах и прянях. Я, может быть, об этом расскажу. Почему? Не, я сейчас об этом не расскажу. Не только потому, что эфирное время дорого. Нельзя, просто нельзя гибрировать. Да, и я не хочу подвести просто людей. Тем более, друзья, вокруг вас все равно много всезнаек, хмыкальщиков, схемчиков. Они вам очень коротко, доступно разжуют, которым все понятно, что, почему произошло. Я знал о всех торгах. Я не боюсь этого слова. Это долбанная политика. Уже как ты спишь, ты все знаешь. Это долбанная политика. Но меня нельзя упрекнуть в последовательности. Я ни одного слова черного пиара ни против кого не сказал. И я в доказательство нашей программы предыдущей, где я говорил, что я считаю, что вот третья, тот, кто идет третьим, должен сняться. К сожалению, снялась вторая. Но посмотрим. Выбор это специфический. Действительно, победить, так сказать, силы реванша было уже невозможно. Если кто-то не снимется. Логично, если бы снялась вторая, но снялась третья. Эти специфические выборы, лето, молодежь, которой нет, скоротечные выборы и так далее. Но я думаю, наша задача прийти и проголосовать. В конце концов, это наш гражданский, а это не менее важный, чем супружеский долг. Это реже хоть, чем супружеский, но надо прийти и проголосовать. Ну, я знаете, что отметила для себя? Мне кажется, что с каждыми выборами все становится настолько циничнее и циничнее. В плане технологий, черных, вот этого пиара. Я помню, 2004 год, когда были вот эти напряженные, яркие выборы. И мы удивлялись появлению каких-то технологий неведомых доселе. То сейчас, мне кажется, шагнули так далеко. И уже и двойники, и тройники, и по пять человек есть. И проднаборы, и уже сегодня карточки какие-то появились, видели, да, наверное, уже какие-то талоны. Проднаборы – это же классика украинской политики. Да, ну сейчас уже талоны на еду вроде бы предлагают. Я не знаю, мне навпаки здаётся, что технологии на этих выборах какие-то такие невероятно инфантильные. Вони буквально, как в детячем садочке Кать Загиддів-Красновых. Это очень, я не знаю, в 2004 году, мне кажется, в розпале были технологии. Ты же была маленькая ещё. Я была досить доросла, чтобы голосовать на этих выборах ещё и... Заня Дуковича? Нет, она была, она вела Майдан, была молодой девой, которая вела этот Днепропетровский Майдан. Ну, видите, тогда же... Скакуны. Тогда же никого не наказали. Не наскакались на своём Майдане? Наскакались, пришлось доскакивать. Но рождённый ползгон скакать не может, кстати. По мне лучше скакать, чем ползгон. Ну, посмотрим, неделя осталась, надеемся, что всё пройдёт тихо, и всё-таки выборы состоятся. Хотя, сомнений много, очень многие уехали из города, очень многие. Это пара отпусков, конечно. А с города это полбеды. Очень многие уедут после выбора. Если ты думаешь... Отдыхать, конечно. Ну, конечно, в заключение скажу, что вот это действительно неспособность так называемых демократических и патриотических сил там вовремя собраться, между собой решить, потому что действительно растянут был электорат между большими демократами и патриотами. Вот, и плюс ещё по мелочам, вот, помимо Рычковой, главной, главной Датамчук, да, ещё много выдвинулось. И вот это, конечно, наше... А те ребята, так бы они не парились. И в этом плане, кстати, ну, что, ну, Загид, да, они уже деваться некуда, да, Вилкул поддерживает Загида. Поэтому опять вот эта биполярная борьба с добра, со злоб, я не буду пачкать этот стол. Своя реакция, но это, конечно, достаёт уже. И переходим к более радостным. Переходим, да, к следующей теме. Мы её вот выделили как одну из главных. И надеемся, что Виктория подробнее расскажет, да, об этом. Я только проанонсирую о том, что 16 июля в городе Днепропетровске пройдёт фестиваль равенства. Я всё правильно говорю. А что это такое и какие проблемы сегодня уже возникли в связи с проведением, Виктория расскажет подробнее, да. Итак, фестиваль равенства это, вот коротко, это марш. Потому что сколько я не хочу. Фестиваль равенства это не марш. Это в нашей истории. Потому что, как бы, проблемы, да, как можно это назвать проблемами, это, насправдя, не такие уже серьёзные проблемы, но потерпали нам трошки нервы, конечно, координаторы. Ну, я одна из координаторов, так, я не одна, известно, далеко, но одна из. Срава в том, что очень много мифов вокруг этого слова «ривность», мне кажется, что это как какой-то триггер, как какая-то ганчирка. Ну, давайте вот называть, какие ассоциации первые. Радужная ганчирка, да. Радужная ганчирка, да. Ну, это просто рассказать, что там будет. Да, будет там, в принципе, те, ну, как бы... Для чего это? Для того, чтобы поговорить про людей-невидимок, как мы для себя это выяснили. Вот какие категории мы называем сегодня? Так, про невидимых людей. Это для нас люди с обмеженою мобильностью. Мы их не видим, потому что они часто просто неспроможны выйти из дома, так, для них немае умов пересуватися по месту. Это, например, женщины, которые страждают от домашнего насильства. Они невидимы, потому что они мовчат про эту проблему. Они их очень много. Хотя сейчас флешмоб сейчас это пошел, который тоже вызвал эту реакцию. Это реакция при этом, так, ну, просто, и в том числе, агрессивно, сдавалось бы, ярко. Так, этим надо проболеть и выплеснуть. Так, но, где больше, эти женщины мовчат, они не звертаются, даже иногда, до друзей, не те, что в полицию. Это и женщины, которые служат в АТО, например. До недавнего, мы тоже, ну, все чули, что они досье, но они записаны там кухарками, бухгалтерами и так далее. А сейчас, на счастье, есть покращение в этом плане. Вибачьте меня за это слово, и мы будем про это тоже говорить. Это ЛГБТ-люди, так, про которых завжди наибольшее пристрасти в сообществе, так? Это первое, что приходит на дом. Ось, и это, как бы, ну, это, после чего всякая дискуссия заканчивается. Люди вместо того, чтобы взяться за голову и подумать, хватаются за задницу. Слово задницу можно, нацсовет разрешил произносить. И через это были проблемы. Так, ну, власне, коли серед цего довго списка різных категорій, бо це ще не всі я перераховала, так, побачено було ці літери ЛГБТ, 4 за заповетні літери, так, то ще бібліотека центральна, в якій ми планували проводити цей захід, вони так спершу, ніби, ну, поставилися, ну, добре, може, ми вас кудас на шостий поверх, так, засунемо, і потім ми кажем... Я поправлю, можна я буду? Вот, і ми обратились к начальнику управління культури Хорошилова, він міг вполне віджатися від цієї теми, теж не вратись, він позвонив директору бібліотеки, і було все... Куда, коли тут... Да, да, що там був, реліз присланий і прочее, ну, просто то, що почалось потім, вот це враньо, вроде директор такого заведення, де на полках стоять замечательні книжки, такі, і електронні носити, це ж современна бібліотека, просто на уши не натянюєш, вони почали убеждати Хорошилова, щоб він согласився, що це небезопасно, рознесуть бібліотеку, хоча я можу сказати, там і поліція, Вікторія розкажет, і я починав неформальні переговори вести з тими, хто мог би себе проявити, у нас же куча правых секторів, вони себе чому-то не вправляють на пресс-конференціях Шиловой, допустим, а тут вони могли себе вправити, то есть було б все дуже добре і спокійно, але вот це враньо і манипуляція почалась. Я слышала, це правда, що журналисты не так, якось назвали це, це відсування, акцентирували не на то. Ця погоня за лайками і перепостами призвала до того, що буквально в перший день після появи подій в Фейсбуці одна із журналисток наших славетних дніпровських написала, перепостила фактично наш анонс, але під таким заголовком. В Дніпропетровській центральної бібліотеки пройде геї парад. І після цього, власне кажучи, покатилося все це. Пало в паніку керівництво бібліотеки, замість того, щоб подзвонити і сказати, ну дівчата, знаєте, ми недооцінили, ми боїмося, що нам вікна поб'ють. Вони чомусь подзвонили і почали кричати, ви нас не попереджали про ЛГБТ. Що враньє? Це враньє просто. Дитяча візня, якби хоча все це говорилось, со словом про це неї неприємно розмовляти, і слава Богу, що ми знайшли інші приміщення, з великим трудом. Я особисто вважаю, що все починається з ідеї. Все починається з розуміння і з ідеї. Це будь-яка практика. І на практиці багато з чим зараз працюєте, з тою самою доступністю міста, із тими самими правами жінок, із тими самими правами ЛГБТ-спільноти, ну, будь-чим. Але важливо, мені здається, по-перше, зустрічатися разом для того, щоб бачити один одного. Тому що різні групи часто не знають про проблеми один одного. А солідарність між людьми, які переживають дискримінацію, дуже важлива, бо часто доводиться боротися зі схожими речами. В дійсності. І ті містяни, які прийдуть, які зацікавляться, теж мають змогу побачити реальних людей. А не якихось там... Потому що вони же считають, що їх реальність, то, що вони видять, це і є реальність. Їх реальність – самая реальна реальність, і це все правильно. А чому вони приїжджають і вироби і кажуть, «Боже, це такі хворі наці, і там всюди інваліди». Да, я коли-то в нашій же програмі розказував. Мой перший шок, коли я побував в Америкі, це велике кількість людей з ограниченням. Інваліди не корректно, да? Ну, але... Тобто, що це привлечення внимання, яких проблем, прежде всього, і власті, в тому числі. Не тільки до проблем, але й до потреб. Бо, якби, проблеми, там, ну, спитаю людей, що за проблеми у людей з обмеженою мобільністю, вони, може, скажуть про те, що в лікарні не попадеш, ну, може, пандуси не всюди. Але у цих людей є потреби, такі точно, як у нас. І вони... Повноцемна життя. Не забезпечені ними. Тут дуже важливо поговорити не тільки про те, якби вони хотіли жити, а про те, як вони зараз живуть, і про те, і інше. І тому ми різними шляхами йдемо. У нас і виставки, у нас і кінопокази, у нас і дискусії, особисті історії. Тобто, це такі спроби в різний-різний спосіб побачити, ну, як же насправді відбувається життя цих різних груп, так? Що насправді з ними відбувається? Що насправді вони хочуть, чого прагнуть, від чого страждають? Тобто, якось так не просто сісти, ну, так, як погано всім живеться, а якось просто дуже живо поспілкуватися і показати всім бажаючим, ну, що ж насправді відбувається в цих менш помітних, а інколи зовсім не вийдемо. В мене таке питання, чому, коли ми говоримо про будь-яку дискримінацію, навіть не визнаємо ніяк, яка вона? Чому одразу люди згадують про ЛГБТ, про геїв, вперше за все? Ну, я думаю, тому, що це найбільш така дрожлива тема, це дуже складно для прийняття, а оскільки останнім часом достатньо активізований цей процес, те, що ми йдемо собі в Європу, воно не могло не активізувати само собою цю дискусію, тому що дуже хочеться сказати, ну, так нам європейські цінності, чи нам, як би, тільки європейський рівень життя, що нам хочеться, так? І зрозуміло, що за ці 25 років багато організацій піднабрали і жирка, і м'язка, і, як би, починають виступати набагато активніше, так? Я думаю, що це просто більш розвинена, краща розвинена спільнота, яка зараз наважується говорити про свої проблеми більш гучно. Так само проблеми гендерної рівності. Тобто ця тема найбільш розкручена. Вона ж така солоненька. Вона звучить завжди добре. Ну, що ти скажеш про людей з обмеженою мобільністю, чи про жінок, що страждають від насильства? А тут спекуляцій стільки можна накрутити, що, мені здається, просто воно вже вискакує, як мисливірус. 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 Можна бути оправдана, але радикалізм і со сторони ЛГБТ-сообщества, якщо, то його немає, то немає, то вони, значить, а просветительська нормальна робота, тому що люди сразу, як я вже схватив, все в такому ужасному, первобытному уровні хватаються, прикривають, що вони считають, що там ЛГБТ, це именно про це сама, не буду показывати про що. А потім наш брат, нормальний там гетеросексуал, порой выгребає за це ЛГБТ гораздо більше, ніж вони самі це роблять. Я тобі скажу, просветительська робота, це все дуже добре, але справа в тому, що я 15 років роблю цю просветительську роботу, і дуже часто ти відчуваєш, що ти просто обстанку горохом, тому що насправді самим лише просветництвом стереотипи і страхи в головах людей не ламаються. І вот об этом я хотів сказати, у нас в місті сносяться мафи, я хотів би, щоб потихоньку сносились і міфи, міфи, які атмосферу загрізняють, от ці всі ці упороті стереотипи. Для цього треба, всі мають право бути побаченими, услышаними, і, ну, як мінімум, якщо не прийнятими, то хоча б понятими. Для цього треба просто дискутировати. Міри є інші люди. Необязательно, то есть этот фестиваль равенства, на моїй взгляд, це не пропаганда, це біль і надежда, як це не пафосно, це о чоловічному достоінстві, прежде все, що для мене, напрямі, являється, ну, самым головним в цій житті. Міне кажуть, треба сказати, так, де, куди, куди, а в результаті... ЛГБТ проплатила, воні жкість агенту... Расшутка, це шутка, правда, не приймаєтеся серйозно. Расшутишся. Так, ми в результаті отримали, так би мовити, притулок в центрі конференції Парле, це на вулиці Троїцькій, 21 Г. Це красна бувша. Так, вулиця красна. Трошки вище Троїцького ринку. Ну, зато напротив обласної міліції. Так, і СБУ поруч. Добре захищені, напевно. Безпорядковні бізніки. Так, це на третєму поверсі він знаходиться, у них там всюди висять великі вивіски, його нескладно знайти, якщо тільки знайти номер 21 Г, то вже ви знайдете його. Це от в суботу буде з 12 до 8 вечора. Лідці, фільми, воркшопи. Туди може прийти будь-хто за бажання. Ну, інформацію про вас можна почитати на Фейсбуці. В Фейсбуці є подія, там буде завтра вже повна програма, можна буде подивитися, чи щось цікаво саме тобі і ти. Ну, і це такий наш анонс, я сподіваюся, що все у вас також вийде добре. Так, необычна програма. І щоб ми успіли сказати все, що ми хотіли сказати в цій програмі, у нас є такий сюрприз, новість для вас, да? А є прем'єра? Да, прем'єра кліпа, який, безусловно, ми розуміємо, його зробили в іюні, вот тільки я сьогодні його виложив, ми розуміємо, що він вызовет, але ми не боїмося вызова, чого я вам желаю. Це кліп не о Савченка, хоча она там є одной із героїн. Це кліп о нас всіх, о нашому дикому уміні зробити куміра і дуже швидко з ним попрощатися, о тому, що ми не думаємо, о тому, що треба потихоньку починати думати, якщо ми обіщество, а не курятник, котрому бросять якісь 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 прости, і починають кудахтувати. То є це кліп, срідси масової інформації, він розходиться, написали, що це кліп о Савченку, це не кліп о Савченку, це кліп о нас, прежде всего. Автор слов Генди. Да, і Григорий Гельфер. І Гельфер, да. Ми на сьогодні, перед тим, як ви посмотрите кліп, ми на сьогодні попрощаємся. Время не остається у нас как раз на прем'єру. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на дев'ятому каналі, обязательно посмотріте кліп, і увидімося в следующий понедельник. Всего доброго. До побачення. Дякую. День надежды, как он был от нас далек, Бог помог, хоть поздновато видит Бог. Пол Европы, позабывши про дела, Вразумляли рыбоглазого пила. Это день надежды, порохом пропах. Это праздник, но немножечко і страх. Це радість, с шипоточком на губах. Кто надежда? Ч'я надежда? Що ж ми, де ж ми? Дя, 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 неоднозначно все как-то. В обществе наше единства пока нету. І це нас всіх об'єдиняє якби. Здравствуй, Юля. Вижу, рада більше чем. Босиком би пробіжатися тут по всім. Вот і время ноги мати і воду бити. Научу я вас, як Родину, любити. Це день надежды. Це точно він? Да, конечно, все живем ми цим днем. Да, конечно, все живем ми цим днем. Днем надежды, мнем надежды, Вечно между, да, да, между сотвореньем кумира І незверженьем його ж у нас І дуже короткий отрезок временной до боли. Дні і ночі не смыкаємо ми очей. Дні і ночі виясняємо ми, хто чей. А надежда скажуть, це наше все. Ми согласні, це наше, але не все. Так, щоб в день надежду В разума иглу Чтоб заштопать Цивилизационную дыру Це сложно. Це люди не поймуть. Наш народ, он, если надо, Очень мудр. Да, 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 А ведь сейчас очень надо. Да, 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 как никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ